В Нижней Туре, провинциальном городке по соседству с лесным ракетно-ядерным щитом России, до которого, как и до Туры от Екатеринбурга, больше двухсот верст пути, на днях приключился очень крупный коммунальный потоп. И он до сих пор в соцсетях будоражит умы местных людей. Хотя коммунальщики, как и обещали, вопреки ожиданиям нижнетуринцев, очень оперативно на следующий же день после гигантского потопа не только очистили от наледи проезжую часть, но и пропесочили полузаснеженный асфальт. Но даже это обстоятельство не смягчило душ особо злоязычной публики, один из которых безымянный пиит, даже стишок, мелкие две строчки в виртуальном пространстве разместил. С более чем прозрачным намеком на то, что у мэра Алексея Стасенко, дескать, суббота, не рабочий денек. Пожалуй, пришло время сопливые околокоммунальные плевелы от дырявой трубы отделить. О ней, кстати, до сих пор известно немного. Местные чиновники и коммунальщики обошли стороной столь очевидный, скажем, для Екатеринбурга вопрос, какого же диаметра была та трубень с холодной водой и какой район города она питала. Репортер портала «Открытый лесной» в самый короткий день в году 22-го побывал на месте субботнего потопа и убедился в том, что слякотные дороги уже подчищены. Попутно кое-что раз узнал и о самой аварии. Прорыв произошел в полтретьего пополудни возле дома с несчастливым номером 13 на улице 40-летия Октября, рядом с перекрестком Декабристов. Холодная вода ручьями стекала с косогора, затопила всю округу, в том числе и автозаправку по соседству. Автомобили чихали и фыркали, проезжая по огромным лужам, а пешеходы в тот день домой возвращались в мокрой обувке. В диспетчерской любопытным сообщили о том, что воду перекрыли. На время без жидкости осталось несколько многоэтажек. Воду пустили по резервной ветке. В воскресенье обещали все убрать и почистить. Народ не поверил и зря, сами видите. Но и это не погасило страсти народной. Кое-кто из нижний туринцев власть корил за то, что та не углядела за тем, что коммунальщики дороги-то почистили, а вот о тротуарах позабыли. Еще местный люд жалуется, что чиновники по поводу аварии полное молчание хранят. Дескать, но объяснили бы людям, что за труба лопнула и почему. Когда ее залатают, и стоит ли это делать вообще? Кое-кто из виртуальных комментаторов, похоже, из неместных язвительно, заявил про потоп. Дескать, в некотором провинциальном городке лопнула труба на 100% изношенная. Впрочем, это уже эмоции, от которых проку кот наплакал. Хотя такие лужи были, что даже все провинциальные коты вряд ли бы столько нарыдали. КОНЕЦ КОНЕЦ